Ребятки, я вас всех приветствую в новом выпуске, это новый влог. Я сегодня хочу вас погрузить в нашу жизнь, а точнее в жизненные моменты, с которыми мы сейчас сталкиваемся при оформлении всех документов. Я надеюсь, будет очень интересно, но, по крайней мере, я прожил эти дни максимально интересно, нервозно, неприятно. Ну, короче, в принципе, по итогу получилось очень классно. Вы досматриваете выпуск до конца, потому что в конце выпуска вы узнаете то, ради чего все это было и что мы получили. И, конечно же, в комментариях мы примем поздравления. Я не буду затягивать, погнали. Утро наше началось со звонка социалки. Настеньки позвонили и сказали, что от меня нужна сверка, как-то там справка называется, вот здесь сделано название. Это справка типа сверка моего трудового стажа. Дело в том, что я с 12-го года по трудовой книжке не работаю, с 12-го года у меня ИП, и вот запросили такую справку. Мы не делали на тех двух детей ничего, потому что Настенька тогда работала официально, она просто предоставляла все это на работу и ей работу выплачивала. Сейчас же у нас ситуация кардинально другая. Настя самозанятая, я ИП. Из-за этого мы ловим, ну, на наш взгляд, такой мощный геморрой, потому что везде отфутболивают, везде не знают, как работать с такими родителями. Из-за этого есть сложности. Я уже в пенсионке, нужно заполнить такую бумажку, запрос, и отдать им в кабинет. Хорошо, нет очереди, можно пожилой. Слушайте, ну круто, буквально 20 минут я там провел, и справка у меня на руках. Решил вообще не терять времени ехать домой, а сразу ехать в социалку на сверку всех этих документов. Доехал я в социалку, меня развернули, сказали, что сверяют не здесь, сверяют в МФЦ, а заявитель-то Насенька, поэтому нужна Насенька. Соответственно, я поехал в МФЦ, и меня тоже развернули, сказали, жену привози. Поехал за Насенькой. Палка в колесе заключается в том, что тащиться сейчас всей семьей сюда, это, конечно, еще то испытание, потому что дети хотят гулять, прекрасная погода, им сейчас нужно объяснить, да, что нам нужно сверить документы. Да, у меня хорошие новости, мы вместе с Насенькой приехали в МФЦ. Пока Насенька была с Мироном в машине, я стоял в очередь, когда осталось два человека перед нами, я пошел к Мирону, Насенька пошла туда. И вроде все сверила по сертификату многодетства, пока где-то что-то там в ведомствах каких-то, короче, запрос еще в обработках, вот, а тоже надо будет приезжать на сверку. Вот, и, ну, вроде на этой неделе все нормально, не то, что как, ну, то и отказ, 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 отказ. Сейчас вроде пока плавненько добиваем этот момент. Я вот, если честно, в шоке от того, как устроены все эти социальные штуковины. Одно дело, знаете как, если бы мы где-то работали, то тогда другой вопрос. Мы бы просто подали все документы в организацию, и нам бы все выплатили. Или все оформили. А сейчас, получается, никто не может подсказать, что нам делать, так как я ИП, Насенька самозанятая. Какие справки нужны, как подтвердить доход и так далее и тому подобное. В общем, геморрой нереальный. И постоянно отказываются толком на прием не попасть, строго по записи, а запись должна быть обоснована из-за всей этой пандемии. Ну, короче, жесткач. Что касается загранника, пригласили уже на сверку документов, но смысл заключает в следующем, что пригласили аж на 19-е. И я вот хочу сейчас попробовать сделать все копии, подготовить то, что они сказали с тобой принести. Прямо в наглую пойти туда и договориться, что прям либо сегодня, либо завтра нас приняли. Объяснить ситуацию, что там типа уезжать, бла-бла-бла. Ну, посмотрим. Ну, чего, я сделал копии максимально всего. Сделал фотки. Надеюсь, все подойдет и надеюсь, сейчас меня примут. Пойдемте, попытаем счастья. Грустно как-то, потому что ничего не получилось, сказали нет. Вот строго число получается, когда назначили, тогда и нужно приходить. И даже если сейчас там они меня пропустят, то на ускорение это никак не влияет. Говорят, что ровно месяц. Ну, ладно, где-то будем ждать. Но, конечно, все очень долго. Я причем так думал, что старого образца он будет все равно побыстрее делать, потому что мне надо всяких килограмм вот этих вот, чипов и так далее. Вот, но нет. Значит, я ошибся. Ну, посмотрим все равно засекем от момента подачи и до самого получения. Сколько у нас шло? Ровно месяц или все-таки будет чуть поменьше? Посмотрим. Прикиньте, пока гуляю тут с пацанами, вон они в футбол играют, мне приходит, пожалуй, лучшая новость за последние дни. И вот это ура, мы получили статус многодетной семьи. Осталось только забрать, что там сдают свидетельство или какой-то там сертификат. Вот, но это прям классно. Это второй документ, который мы вроде как уже почти получили. Говорю, корочку осталось забрать. Первый был прописка. Прописку сделали, теперь вот это. Класс. Поздравляйте. Недолго подумав, я решил, что нужно не откладывать на другие дни. Позвонил, короче, по многоканальному номеру. Узнал, что дальше-то делать, что это. Уведомление пришло. Сказали приезжать вам в ФЦ и забирать сертификат. Завел детей домой и поехал. Слушайте, ржу не могу, приехал в это ВПЦ. Вот удивительно. Ну почему по телефону нельзя сразу сказать, что мне нужно для того, чтобы получить нормальную корочку? Почему нельзя? Вот в этом весь есть затыки, что мы все делаем так долго, потому что ничего сразу не объясняют. Ну и, короче, мне выдали вот такую вот Филькину грамоту. Посмотрите. Просто А4. Даже не цветной, он черно-белый. Удостоверение многодетной семьи. Номер такой это. Мать, отец. Три сына. Документ подписан электронной подписью. Шесть. Короче, чтобы получить нормальную, нужно, оказывается, фотографии. Три на четыре. Моя и Настенька. Собственно, нам нужно либо сейчас нарыть где-то старые фотки, либо сейчас что-нибудь придумать. Мы решили сегодня еще приготовить такой небольшой праздничный ужин. Хоть мы по случаю, что мы получили вот эту Филькину грамоту такую на А4, да? Вот. Типа отметим бумажечку А4. Совместно сейчас все дружно готовим ужин, пока мама работает. Все, такой прикольный день. Мама единственный человек, кто поехал на работу. А мы просто все дома отдыхаем. Нарезали индейку кусочками. Все так шип-шип-шип сейчас на сковородке. Настенька здесь уже замутила фунчоза. Ну, сейчас все заправится туда-сюда, морковочка, и будет очень вкусно. А что делал я? Я получал вот эту бумажку А4, и, собственно, я съездил за продуктами, все купил. Так, все. Не стали мы, правда, не посыпать никакой овощной приправой, как это обычно мы любим. Только соль и перец отправляем в духовку минут непонятно на сколько. Ну, будем смотреть по готовности. А тем временем, идейка начинает поджариваться уже. Водичка из нее вся вышла. Такой золотистый цвет. И сразу добавляем лук. Много лука. Там целую лук большую. Так, ну все, готово. Не прошло и сколько-то минут. Сейчас это надо все замешать будет с мяском. И можно садиться и кушать. В общем, вот такая красота у нас получилась. Картошка с индейкой и салат фунчоза. Фунчоз. Продолжение следует...